Кафедра неврологии и мануальной медицины факультета последипломного образования 1-го Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика Павлова Создана в сентябре 2007 года на базе курса последипломного образования кафедры неврологии с клиникой, которую уже в то время возглавлял академик Российской академии наук Александр Анисимович Скоромец С момента создания кафедрой руководит доктор медицинских наук профессор Евгений Робертович Баранцевич В 2016 году он избран председателем Ассоциации неврологов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Время бежит быстро, казалось бы, только вчера создавалась кафедра неврологии и мануальной медицины, а вот уже прошло 10 лет 10 лет вроде бы срок не такой большой, но на самом деле достаточно большой и немного можно оглянуться назад Ну, надо сказать, что создавать что-то новое всегда достаточно сложно, но нам было сравнительно легко, потому что мы всегда опирались на то, что было сделано в неврологии нашего института на протяжении многих лет И постоянно чувствовали помощь и поддержку со стороны кафедры неврологии и нейрохирургии непосредственно от нашего учителя, академика Александра Ильича Скромца Потому что всегда мы имеем возможность полностью взаимодействовать по всем направлениям, ну, скажем так, неврологических знаний и современных неврологических подходов Наша кафедра во многом ориентирована на работу с пандилогенными пациентами, с пациентами, которые страдают спандилогенными заболеваниями нервной системы Но это и различные проблемы, касающиеся черепа, головного мозга, но в первую очередь это позвоночник Поэтому логично, что одно из направлений, которое развивается на кафедре, это мануальная медицина, это остеопатия, это рефлексотерапия То есть те направления, которые сейчас являются достаточно новыми, становятся на ноги, но, в общем-то, они все равно опираются на традиционную неврологию И надо сказать, что сейчас за эти 10 лет уже сложился достаточно спаянный, хороший коллектив, есть возможность дружно работать, есть возможность развивать новые направления, использовать новые методы Сейчас мы стараемся внедрять, вот буквально на протяжении последнего года, карбокситерапию, ударно-волновую терапию, различные методы, новые методы остеопатического лечения у наших пациентов И все это преподавать, потому что слушателей достаточно много, интерес к специальностям, которые мы преподаем, большой Поэтому я думаю, что есть возможности и опираться на то, что уже сделано, рассчитывать на помощь друзей и учителей, и двигаться дальше, дальше и дальше На кафедре сложился творческий, сплоченный коллектив единомышленников, ученых и педагогов Ответственные За учебную работу Кандидат медицинских наук Доцент Владислав Викторович Андреев За научную работу Доктор медицинских наук Доцент Вероника Владленовна Никитина За лечебную работу Кандидат медицинских наук Доцент Юрий Камбулатович Кадзаев В настоящее время кафедра неврологии и мануальной медицины является клинической кафедрой факультета После дипломного образования На кафедре осуществляется подготовка по неврологии, мануальной терапии, рефлексотерапии Проводится обучение в объеме интернатуры и ординатуры по неврологии За время обучения на кафедре врачи получают теоретическую подготовку и овладевают практическими навыками по неврологии Топической диагностике поражений головного и спинного мозга Лабораторной диагностике Рентгеновским методом исследования И нейровизуализационной и функциональной диагностике И по неотложной медицине Кафедра расположена в историческом здании офицерского корпуса гренадерского полка на Петроградской набережной 44 Который потом использовался в нашем институте как общежитие Потом чуть не потеряли мы это здание И вот как раз отстаивание этого здания за институтом А потом и обоснование нашей кафедры в этой территории Это большая работа была Артурна Расисовича И кроме того как раз подготовка ремонтных работ во многом на нем лежала Ну и конечно колоссальная работа проведена Сейчас мы находимся вот в отделении Это заведующим отделением Алексея Александровичем Яковлевым Который подобрал великолепный коллектив улыбающихся медсестер Кладезь старшей сестры-хозяйки и старшей сестры То есть коллектив богато оснабженный физиотерапевтическим инвентарем и специалистами Чего кстати мы лишены были в рамках старой нашей кафедры В учебном процессе на кафедре проводятся циклы тематического усовершенствования Школы и мастер-классы Актуальные вопросы клинической неврологии и топической диагностики Вопросы церебровоскулярной патологии Избранные вопросы неврологии с основами традиционной медицины Демиеллинизирующие заболевания центральной нервной системы Вопросы современной диагностики и лечения Болезнь Паркинсона и другие заболевания экстрапирамидной системы На базе Центра инновационных образовательных технологий университета Кафедры проводят обучение с использованием тренажеров По освоению основных навыков в практике врача-невролога В рамках дистанционного обучения по неврологии Преподаватели кафедры проводят вебинары По наиболее актуальным проблемам неврологии для врачей И клинические разборы На кафедре функционирует Центр по лечению болевых синдромов И Центр по диагностике и лечению головокружения Проводится цикл тематического усовершенствования Основой патобиомеханики позвоночника И спонзилогенные заболевания нервной системы С обучением техники выполнения медикаментозных блокад Отрабатываются навыки наиболее часто применяемых методик Это рефлексотерапия, мануальная медицина Техники миофасциального релиза Функциональная, рентгеновская и лабораторная диагностика В работе врача-невролога Проводится неделя карьера неврологии и клинической лабораторной диагностики Работает Межкафедральное студенческое научное общество Кафедра тесно связана с отделением неврологии номер 2 Заведующий отделением Алексей Александрович Яковлев Консультативный и лечебный прием пациентов Проводят ведущие специалисты кафедры неврологии и мануальной медицины И клиники НИИ неврологии Научный консультант отделения Академик Российской академии наук Профессор Александр Анисимович Скоромец Ежедневно проводятся утренние конференции и обходы Субтитры создавал DimaTorzok Для пациентов предусмотрена персонализация Возможность обычной госпитализации и дневной стационар Применяется комплексный подход в терапии Медикаментозная терапия сочетается с лечебной физкультурой Физиотерапией, мануальной терапией, иглорефлексотерапией и массажем Субтитры создавал DimaTorzok Физиотерапия представлена современными методами Включая локальную криотерапию, пароуглекислые ванны, лазеротерапию Все процедуры проводятся квалифицированным медицинским персоналом На современных аппаратах в комфортных для пациента условиях Субтитры создавал DimaTorzok Метод инъекции, обогащенный тромбоцитами плазмы, используют при болях в суставах, мышечных болях, в период восстановления после травм, в том числе спортивных Вводимый препарат изготавливается из небольшого количества крови, взятой у пациента, что предотвращает опасность аллергических или других нежелательных реакций Ботулинотерапия – инъекционное введение современных препаратов, содержащих ботулотоксин Мы применяем этот метод для лечения пациентов с головными болями напряжения, постинсультной спастичностью, кривошей и различными вариантами вистоний Исторически направления, которые используют и по которым производится обучение на кафедре, конечно, исчисляются достаточно длительным сроком применения Ну, считается, что основоположником методов мануальной терапии является Гиппократ А более активное развитие данной методы, ручного пособия, ручного лечения получили с момента внедрения, с момента получения возможностей в клинической медицине методов диагностики Рентгеновского излучения и бурное развитие данные методы получили, когда активно стали развиваться методы нейровизуализации Такие, как компьютерная томография, магнитно-резонансная томография и методики мануальной терапии в возможности получить точную информацию, доказательность Относительно патогенеза развития тех или иных заболеваний, относительно механизмов лечебного действия, безусловно, заняли преимущественное положение и заняли свою четкую нишу для лечения пациентов с патологией позвоночника и с патологией периферической нервной системы Рефлексотерапия исчисляется давностью использования, также достаточно большой период исторического своего развития, своего становления И основоположниками данного метода, конечно, преимущественным использованием являются методы восточной рефлексотерапии и, конечно, китайской медицины На сегодняшний день эти методы активно используются, активно развиваются и относятся к методикам традиционного лечения в европейских странах и в отечественной медицине Кроме того, на сегодняшний день расширился перечень специальностей, которые получают возможность в кафедре для обучения И появилось такое направление, как остеопатия Ну, специальность, официальная специальность достаточно молодая, меньше года, но, тем не менее, на кафедре есть большое количество специалистов, которые владеют данными методами лечения и имеют возможность преподавания по этому направлению Кинезиотерапия представлена современными методиками реабилитации неврологических и ортопедотравматологических пациентов Список методик постоянно расширяется Мы используем БОС-технологии, активно-пассивную механотерапию, стабилометрию, нейроортопедические костюмы, ортопедическую коррекцию стоп, изготовление индивидуальных стелек по уникальной технологии FarmTotix Ведется прием врача-психотерапевта для пациентов с неврозами, паническими атаками, тревожными и навязчивыми состояниями, жизненными кризисами, трудностями в общении и занятия с медицинским нейропсихологом Основными научными направлениями работы кафедры являются острые и хронические цереброваскулярные заболевания, диагностика и лечение, спондилогенные заболевания нервной системы, методы традиционной медицины в неврологической клинике, экстрапирамидные нарушения и методы современной медикаментозной коррекции В область научных исследований кафедры входит изучение патоморфологических особенностей развития изменения головного мозга при различных заболеваниях, включая цереброваскулярную патологию Также изучаются электрофизиологические проявления дисметаболических и демиеллинизирующих заболеваний периферической нервной системы Я думаю, что уже 10 лет прошли так быстро, так незаметно, и кафедра действительно состоялась, укрепилась Здесь много молодежи работает, которые прошли одну школу и неврологическую, и школу мануальной терапии Мягкие методики мануальной терапии – это такие методики, которыми должны владеть все неврологи Не все неврологи должны быть мануальными терапевтами, но как бы зарабатывать себе на жизнь только мануальной терапией Но каждый невролог, пока он будет только осматривать неврологический статус и назначать лечение в своем кабинете на бумаге Кому-то отправил, чтобы массаж поделали, кому-то процедуры какие-то сделать Он как бы такой чиновник, распределитель потоков пациентов А мы проповедуем, что каждый невролог – быть целителем Он должен быть врачом прежде всего Субтитры создавал DimaTorzok